я поставил во первых помните что мы просили вас у себя в коробке найти плату микробит у кого это получилось покажите эту плату условно показали отлично также нужен будет компьютер и провод микро юсб то есть это ответная часть так никита карпов я вроде включил вам показывать не включил спрашивает диана можно ли бесплаты что у него не компьютер кто-то уже подключился к компьютеру смотрите что нужно первым кого нет платы сейчас во первых не расстраивайтесь мы будем программировать так что у вас виртуале все покажется то есть даже если у вас нет платы но у вас есть хотя бы компьютер вы сможете с помощью 3d модельки тестировать все прошивки этого первым во вторых я сейчас скинул три ссылки в века и я их дублирую в зуме первая ссылка вы заходите по ней и там мы будем собственно программировать вторая ссылка это консультации по микробит то есть эта группа в которой вы сможете задавать все свои вопросы любого формата и третья ссылка эта таблица если я надеюсь она у вас откроется туда занесите свое имя собственно столбец именно там мы будем отмечать ваш так сказать индивидуальный прогресс вот у всех все открывается я думаю можно включить все таки звук участникам давайте встречу прошу прощения включаю сейчас слушайте а это типа как в скретче да это вот те кто занимался скретчем я просто ушел ненадолго пока что ничего особенного я скинул три ссылки первое это там где мы будем прогать те кто занимался скретчем это вот прям похожие вещи вторая это группа беседа вконтакте где вы можете задавать все свои вопросы и третье это таблица в которую нужно записаться если у вас не получается ну будем тогда в текстовом варианте с вами работать так люди вот в контакт приходит смотрите давайте будет два формата заданий первое это просто будет два формата заданий это просто что-то попробовать да а второе это какие-то мини-проекты на основании того что вы что-то сделали в таблице они есть но я про них еще раз сейчас скажу кто вообще когда-нибудь программировал давайте реакции если программировали поставьте класс вот так вот скретч питон майнсторм 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 и все что угодно а для чего вот такие круто в принципе люди есть извините я пропустил немножко где платы плата у вас должна быть в коробке а вот для чего это а в какой именно с материалами правильно материалами либо с инструментами да вот теперь Никита Каправов и Саша Усачев показывают что это как-то выглядит манерка Саша пьет какую-то вкусняшку для чего эта плата будет эта плата это небольшой компьютер который позволяет вам программировать разные штуки и которые мы сейчас попробуем сделать потому что задания будут связаны с ними я тут пропустила Влад что делать тем у кого нету сейчас компьютера с собой Я за компьютером как раз сижу за своим большим компьютером Давайте поймем так те у кого нет платы спокойно могут вертеть платку в виртуальной версии те у кого нет компьютера Ну надо все У меня есть компьютер К сожалению мы вам Что это? У меня есть компьютер Это круто Тем у кого нет компьютера Друзья, давайте сделаем перекличку. Кто нашел плату в своей коробке? Я нашел. Давайте класс покажем. Поднимите класс, пожалуйста, в реакциях. Класс. Вот так? Да. Ярослав, поищите, пожалуйста, плату в вашей коробке. Она черненькая и маленькая в красной симпатичной коробке. Так, Миша нашел, но не поставил класс. Супер. Так, Лисис Авикс нашел плату, отлично. Степан нашел. Ага, Ольги Дмитриевой нету платы, это понятно. Вероника? Вероника нашла плату? А им еще не приехала, они все равно... Не приехала, понятно, обидно. Ну, тогда можно послушать. Хорошо. Так, ну тут многие не нашли плату. Матвей, Степа, Кирилл, Максим, Дима, Семен. Хорошо, с платами разобрались. У кого, есть ли те, у кого нету компьютера? У меня есть, я поставил то, что у меня есть. Это предыдущий, понятно. Хорошо. Влад, что делать тем, у кого нету компьютера? У кого только глина? Что делать? Для программирования микробитов у кого только глина? Вы сейчас сидите с телефона, я так понимаю, правильно? Так, есть ли те, кто открыл вторую ссылку, первую ссылку? Первая ссылка, которая называется MakeCodeMicrobit.org. Вот ее обязательно надо открыть, без нее не получится программировать. Смотрите, если у вас нет компьютера, эта ссылка спокойно открывается с телефона. Уи-и-и, вот это жизнь. Тут у вас, опять же, есть и платка, и код, и все, все прелести жизни. Так что, если вы не можете с компьютером, попробуйте с телефона. А если не получилось так, то, к сожалению, кроме как послушать, а потом, когда приедет плата, и будет компьютер свободный, вы сможете это все попробовать. У нас будет запись этого занятия, вот, при этом, опять же, задавайте свои вопросы в ВКонтакте. Вот. Я на них отвечу. У Никиты Копралова какой-то вопрос. Никита, задайте, пожалуйста, вопрос. Никита, включите звук и задайте вопрос. Никита? Так, Дарья, в деревне, нет компа и оплаты. В таблицу вписать свое имя. Звук не включался. Замечательно. Никита, вопрос. А на какую ссылку переходить? Давайте. Ссылка MakeCode в чате. Дай. На одну штуку надо нажимать. и проби торг-эдитор. Сейчас еще раз опускаю ссылку в чат. Спасибо. Замечательно. Так, друзья, самая главная ссылка. Я теперь... Я теперь... Саша, выключи... Пожалуйста. Друзья, я теперь предлагаю пять минут послушать то, что будет говорить Влад, а дальше задать ему вопросы. Хорошо? Да. Хорошо. Поехали. Те, у кого есть компьютер, есть плата, есть микро-USB, вы готовы сегодня программировать, и у вас будет все прекрасно. Те, у кого нету платы, она еще не приехала, тоже не переживайте, вы спокойно сделаете виртуальную прошивку, у вас тоже все заработает. Те, кто по какой-то причине не могут сейчас запробовать, потому что нет дома, открывайте с телефона и создавайте там виртуальную прошивку. Те, у кого нет вообще ничего, запись в занятии будет доступна. Вы сможете это посмотреть еще раз, попробовать. Если что-то не получится, пишите вопрос. Это первое. Второе. Что у нас... Как выглядит вообще плата? Это черный кусок чего-то с микро-USB разъемом, который вы можете вставить. Они что, разного цвета? Они разного, да, цвета. Вот у кого-то желтая, у меня вот синяя. У меня желтый. У меня зеленый. У меня зеленый. Вот, круто. Смотрите, если вы подключите ее к микро-USB, а микро-USB, соответственно, в Powerbank, либо в USB разъем от компьютера, она у вас зажжется. Я Powerbank возьму. Зажжется оранжевый светодиод. Попробуйте это. Да. Это значит, что у вас все прекрасно. И теперь проверьте на компьютере. Откройте, собственно, вкладку «Мой компьютер». Да. Тут есть микробит. Вот. Здесь микробит. Вкладка «Микробит». У меня вот загорелся вроде. Вот. А почему оно этот... И мигает у меня. Мой цикл не делает, так скажем. Сейчас, давайте к этому позже вернемся. Так, друзья, пожалуйста, те, у кого нет провода, обойдите дом. Это самый распространенный провод, который вообще существует в современной электронике. Может быть, у вас им заряжаются Powerbank, какие-то... Телефоны. Подписки, все что угодно. Телефоны, скорее всего, ваши заряжаются при помощи этого провода. Вот. Пожалуйста, поищите. Мы были уверены, что у каждого есть в доме провод и минимум 2 или 3 или 5 штук. Вот. Те, кто... У кого получилось, замечательно. Да. Микро-USB, неважно, если он только для зарядки, пусть он будет для зарядки. Не важно, у вас должна появиться вот, рядом с диском, микро-бит, как флешка отображаться. Если вы туда зайдете, вы увидите там 2 пайручки. Проверьте, у всех ли это работает. Сейчас, погодите. Подожди. Да, вот есть. Я еще подключаю все. Кто смог подключить плату, у того загорелся оранжевенький светодиодик, и у кого виднеется плата компьютером, поставьте класс. Сейчас мне тормозит. Или похлопайте. Я поставил. Я поставил. А вот эту плату найти в компьютере, да, с рабочего стола? Просто, да, мой компьютер, и у вас там будет плата. Кто-то вот уже показывает, что у него там горят светодиоды. Это круто. Да, у меня вот горят. Да, у меня не отображается он. У тебя не видна плата, так? Да. Он не видит у меня ее. Но при этом светодиод горит. Да, он горит. Попробуй поменять провод, либо воткнуть в другое место. Сейчас. Все. А он видит и пропадает. Возможно, у тебя плохой контакт. Попробуй. Все, нашел. Нашел он его. Отлично. Так, теперь он здесь у меня. Так, давайте еще раз перекличку. Кого плата видна? Поставьте класс. Ну, кто видит компьютер? Там должно быть написано микробит, да? Да, да. Ага, у меня он видит. Как будто это какая-то флешка или диск. И написано микробит. Да, и тут такой в скобочках F в листу. Ну да, там какая-то буква. Да, у меня она, да. У меня есть. Так. Отлично. Так, теперь, соответственно. У всех получилось? У кого есть плата? У меня есть. Все? Так. Теперь переходим по ссылке, которую скидываю. Ольга? Сейчас он тормозит компьютер. Сейчас он не загрузится. Нет, он сильно тормозит. Все, сейчас. Я сейчас включу демонстрацию экрана, чтобы мы понимаем, что... Все у меня сейчас работает. Так, виден ли мой экран? Да, он видел. Да, видно. Когда вы первый раз запустите сайт этот, у вас появится примерно такая же картинка, плата какого-то цвета, два блока при начале и постоянно. И слева у вас будут вот вкладки. Так? Да. Да, да, у меня есть, да. Смотрите, давайте еще посмотрим, что у нас здесь вообще есть. У нас, во-первых, есть два блока. При начале и постоянно. Давайте попробуем сначала поиграться вот с этим при начале. Откройте блок основное и достаньте показать светодиоды. И вставьте сюда. Как вы могли заметить, тут все блоки, они как пазлы или как лего. Имеют такую стыковочную форму. Сейчас. Так. А вот чтобы вставить его в одну вкладку, это надо навести его, да? Да, нужно вот чтобы они вот так стыковались. Хоп. У меня нет такого. А у меня тормозит. Сейчас у меня оттормаживает там что-то. Так, если у вас плюсы... У меня тут не вылезает основное. Что еще раз? Я нажимаю на основное, у меня не выходит плату. Вот эти все не выходят. Не появляются. Ты просто наводишь? Нет, я просто нажимаю. Нет, я вообще нажимаю на это основное, у меня ничего не вылезает. Вот это черное, где все платы лежат. У меня вообще они не вылезают. А если ты нажмешь на другие бумаги, они у тебя выходят, вот как у меня здесь? Нет? Сейчас. Но я... Нет. Прома не тормозит. Она глючит. Все, сейчас. Возможно, это из-за того, что реально тормозит хром, и они у тебя появляются просто с загрузкой. У меня сейчас очень... Ну, сначала мы напишем какую-то программу все вместе, а потом мы их загрузим. Я перезагружу сайт этот. Так, соответственно, кого получилось вставить светодиодный вот этот блок, попробуйте там что-то нарисовать, просто нажимая на эти кубики. Вот. Ай, сейчас. У меня компьютер завис. Сейчас я... Прой про хром. Таким, урсул. Давай. Соответственно, когда вы что-то нарисуете, сайт немного подумает, и у вас на платке отобразится этот же рисунок. Почему? Потому что у нас на плате есть 25 светодиодов. Но они совпадают на том рисунке. Да, да. Так и должно быть. Все правильно. То есть с помощью этой светодиодной матрицы мы сможем в дальнейшем выводить информацию. Будь то значение, например, с датчиков каких-то, или просто рисунок, или текст. То есть это ваш основной, так сказать, дисплей. Как на телефоне, но с помощью светодиодов. Так, у кого получилось... А ссылка в чате еще осталась, да? Да, она висит там, она также висит в ВКонтакте. У кого получилось что-то вывести с помощью светодиодов, поставьте класс. Ай, блин, висит все. Так, у кого не получилось, какие проблемы были? Да у меня еще висит просто, я не могу кучу сдать. Я пытаюсь куда-нибудь он мне не пускать. Если у вас, к сожалению, тупит сайт, или долго грузят... Я сейчас... Попробуйте реально подождать. Все ли хотя бы нашли светодиодный вот этот светодиодный блок? Сейчас у меня чат загружает. Так, соответственно, у кого получилось что-то вывести на экран? Я уже видел, там половину точно сделан, так? Давайте продолжим. А именно? А если не получилось... Какая у тебя проблема? Давай так. Я вот сделал, разукрасил, и у меня также мигает другое. На твоей материальной плате или виртуальной? Вот, подожди, нет, мы пока про виртуальную говорим. Мы пока ничего не загружали, это нормально. Все, у меня все получилось тогда. Отлично. Соответственно, в этом барлоке, который написан при начале, у нас будет выводиться всегда информация в начале. Например, приветственное Hello World или прочий текст. Давайте попробуем вывести его. Для этого удаляем показать светодиоды. Для этого просто выделяем и переносим вот в мусорку. То есть откуда взяли, туда и вернули. Затем, когда вы удалили блок светодиодов, выходим опять в основное. И тут есть блок пониже «Показать строку». Вставляем ее также в начало. И мы видим текст. Текст он распознает только на английском. То есть если вы туда напишите что-то русскими символами, он их не поймет. Имейте это в виду. Можно ссылку? Я случайно закрыл сайт. Она доступна. Ссылка в чате. Как в чате Zoom, так и в чате ВКонтакте. MakerCode.microbit.org.editor Так, соответственно, если вы смогли вставить «Показать строку», попробуйте написать что-то другое. Можете там «Меня зовут Вася», «Меня зовут Саша» и так далее. Транскрит. Транскрит. Давайте договоримся на будущее, что если у кого-то получилось выполнить то, что я сказал, вы ставите класс. Так, отлично. Вроде все те же ставят классы, я этого рада. Смотри, теперь мы вернемся вот на... с нами плата поздоровалась. Теперь она должна выполнить какую-то работу. Например, у нас есть на плате кнопки. Кнопка А и кнопка Б. Все ли их видят? И на плате, и на виртуальной. Вот. Кнопка А и кнопка Б. Давайте войдем в блок «Вот». Выберем блок «Кнопка А нажата» и перетащим его в наше вот это пространство. Затем мы перетащим еще один такой блок, но поменяем. Нажав на кнопку, не А, а Б. Теперь у нас есть два таких розовых блока, если кнопка Б нажата, если кнопка А нажата. Мы берем все те же светодиоды и вставляем в одну и вторую. И теперь нарисуйте на них разные рисунки. Например, я нарисую там на одном грустную, на другом веселую морду. Вот. теперь когда вы опять же сделали вот эти вот два блока теперь поставьте класс у вас должно получиться в радиусе если вы смогли вытащить эти блоки круто кстати вы можете опять же присылать скрины своей работы в беседу в контакте любую вот мы будем сохранять и понимать что у вас получается вопросы задаю микрофон да давайте какие на данный момент у вас есть вопросы микрофон вроде у всех включены так виктор подключить через виртуальную карту мы будем загружать прошивку на материальную плату но чуть позже виктор вас не слышно микрофон я говорю правильно ли я понимаю что мы сейчас компьютеры пишем пробу точнее где-то в браузере ну в интернете потом и у нас есть картинка как это должно выглядеть да мы оттуда зашьем на плату да нас заработает плата да сейчас она заработает у меня из-за вашей чертовой платы комп крашнулся что случилось с ним крашнулся комп ну ты же с нами как-то говорили оплаты у меня тупо комп выключился и он не мог включиться когда я отсидел эту плату он включился нормально понял мы попробуем подумать что с этим можно сделать то есть у тебя и сейчас ты включаешь что происходит давайте договоримся насчет такого во первых у нас есть уплата вот такой золотой конец и мы его ни с не с железным не соприкасаем это у нас контакты открытые и если вы железным будете казаться то будет происходить замыкание и могут возникнуть проблемы например вот коп крашенцу кого-то может быть может быть он даже тогда и сгорит из от этого есть такой шанс как я понимаю да не горит вряд ли комп не сгорит дать вам скакину программку одну которую я написал посмотрите присылай давайте вернемся к теме у михаила пестрова был вопрос я стараюсь вам включить звук но он не включается у меня такой вопрос я вот тут вначале было то что в программе этой сначала где показать я вот картинку но у меня не отображает смотрите повторю сначала мы не загружаем прошивку на плату пока что мы только тестируем все в виртуале я могу объяснить какие этапы друзья мы смотрите сейчас мы просто пробуем принцип как она работает и не будем вас учить все время по два часа там вот так большой толпой как там куда нажимать мы сейчас показываем принцип а дальше дадим небольшие задачки как с видео у нас было вот вы уже будете сами там экспериментировать как хотите мы просто вам показываем как это работает а экспериментировать вы уже будете сами мы сейчас поэтому движемся немножко медленно то есть чтобы убежать что у всех получилось мы сейчас то делаем в виртуальном пространстве программе когда у всех там получилось куда влады по нажимать и что влад перед составить после этого мы скидываем на плату и смотрим как она работает сейчас плата не будет делать то же самое что вы напрограммировали мы эту программу еще на плату не загрузили плату еще не прошили мы это сделаем но просто чуть позже и когда у нас это получится вы уже будете пробовать что хотите там и делать уже сами и не будет там никого ждать и а если будут вопросы сможете обращаться вот владу ко мне вот если еще какие то вопросы так тут вот у михаила рука поднята миша задавай вопрос миша шаронов который напиши в чат ты же в чате прекрасно пишешь я уже нет вопроса все прекрасно если ни у кого больше нет вопросов это сейчас всех ли получилось сделать задание с кнопками и мы сейчас попробуем собственно прошить нашу долгожданную плату можно еще раз задание с кнопками у меня просто вылетела вы выбираете принцип работы с кнопками такой вы нажимаете блок вот оттуда вытаскиваете блок кнопка а нажата и вставляете туда предыдущий блок это показать светодиоды и вставляете вот а потом на этой плате нужно нарисовать какой-то рисунок который будет отображаться при нажатии кнопки а если вы смогли сделать вот такую штуку то при нажатии кнопки б на виртуальной плате у вас будет один рисунок а при нажатии кнопки а другой те кто писал что у них все получилось составить вот такую программу можете попробовать понажимать на кнопки на виртуальной плате если все получилось опять же ставьте класс ну вот я понимаю что только на компьютере есть виртуальная плата на телефоне на телефоне она тоже есть она просто в уменьшенном размере если у вас что-то не получается вот я ну вот особенно ребята которые помладше влад я очень надеюсь что ты не откажешь лично с кем-нибудь поработать личные консультации во первых будем проводить зум ну в зуме кому удобно или в контакте давайте договариваться о времени хорошо да да вот я блин я просто помню что у нас есть среди ребят помладше варя и и стеша я не понимаю с нами варя сейчас или стеша под ником денис александрович а у меня сейчас работало вот это то что на виртуальной плате работает отлично вот я специально сейчас даже покажу что на телефоне тоже все видите у вас маленькая платка внизу если вы на нее то она увеличится и вы спокойно сможете тыкать на кнопочки а б вот так что на телефоне это тоже работает так ну и собственно долгожданный момент это прошивка платы возьмите вот микробит свой и подсоединить его компьютеру вот я уже слышал кого-то звуки пошли когда у вас плата микробит отобразится как флешка или другой накопитель можно плату прошивать как это дело нажимаем кнопку скачать и он нам такой предлагает скачать код или можно соединиться с устройством и напрямую загрузить прошивку давайте нажмем серую вот эту кнопку pain drive и еще раз так все ли поняли что нужно сделать давайте так вопрос есть потому как загрузить плату вот на данном моменте так если вопросов нет давайте еще раз повторю мы нажимаем скачать потом серую кнопку pair drives затем эта кнопка у нас становится фиолетовой мы ее нажимаем и у вас выскакивает рамка с одним устройством мы его выбираем и нажимаем подключение когда вы это сделаете нужно будет нажать еще раз кнопку скачать и ваша плата прошьется то есть код который вы создали на сайте попадет вашу плату у кого получилось прошить поставьте класс так вот я вижу поднятые руки у меня вылетела я ничего не смог я не знаю что сделать надо было мне вылетела давайте так как плату прошить еще раз смотрите и вот даже давайте еще раз да тебя слышно я хотел сказать что у меня плата у меня вылетела я не видел что надо было сделать еще раз смотрите сначала мы подсоединяем провод micro usb к плате а потом компьютеру когда вы это сделаете у вас должна отобразиться плата как флешка затем мы нажимаем кнопку скачать вот эту вот большую такую фиолетовую так может курсор виден где скачать ее надо ну вы заходите на сайт где делали прошивку так вот она у вас прошивка нажимаете большую фиолетовую кнопку скачать она находится в нижнем левом углу нажимаете серую левую кнопку pair drives и затем она у вас становится одна и такая фиолетовая вы ее опять же нажимаете и у вас выскакивает окно с выбором устройства чаще всего у вас там только одно устройство вот она у меня называется lps 1768 мы его выбираем то есть нажимаем на него правой кнопкой и нажимаем подключение все наш сайт законнектился с платой теперь мы сможем прошивать как там надо сделать то чтобы подключил подключил эту плату подсоединяйте к компьютеру нажимаете на сайте кнопку скачать у вас просто скачать давайте тогда второй способ если у вас просто скачивается файл так вы его берете из загрузки из папки загрузки и перекидывайте как на флешку этот код на ваш миг и у вас он начинает загрузку так давайте еще раз если у вас не получилось законнектить но но компьютер видит плату можно сделать следующий ход нажимаете скачать опять же ура секунду у меня скачивает да и он скачивает какой-то файл обычно он называется микробит там вот у меня называется потом а и хекс у меня все работает вот 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 круто круто да так сейчас давайте чтобы у всех заработало затем когда вы скачали этот файл вы его открываете да и вы перекидываете этот файл вот видите он у меня выбран на микробит и начинается загрузка а как сделать так чтобы другие изображения потом можно было туда вставлять а если на нем память закончится или что-то такое память не закончится не переживайте у вас вряд ли будут настолько большие программы чтобы закончилась память все предыдущие программы он стирает а как сделать так чтобы там были разные изображения сейчас давайте вот закончим с загрузкой платы и перейдем к следующему так у кого получилось загрузить на плату код и если вы нажимаете на кнопки у вас появляются разные изображения да да получилось шикарно работает давайте тогда сейчас время вопросов у кого не получилось я пока выключу демонстрацию экрана в моем случае получилась вот такая штука мы сначала говорим привет так затем у нас появляется пустой экран и если мы нажимаем на одну кнопку то грустный смайлик а на другую веселый смайлик у кого получилось покажите в камеру вот свои платы поставьте там классы вот сейчас я поставлю вот у меня стоит вот у меня улыбающий вот злой злой стоит и улыбается у меня а у меня вот такой вопрос а как сделать чтобы там чтобы другое изображение было ну во первых вот достаточно просто поменять то есть просто нажми так какие еще есть вопросы по загрузке например не а вот там вот которые вот эти рисунки две рожицы его удалять надо будет из микробита что ты имеешь ввиду под удалять его можно просто стереть а стереть его да и потом обратно вставить а можешь так так у кого то есть вопросы по что у меня есть вопросы почему у меня от этой черной плитки у меня вот такой вопрос так как вам можно обратиться чё его зовут леонид леонид вот а вот леня подключает там смотри лень самое главное это не нервничай если у тебя сейчас не работает возможно в этом виноват зум потому что он довольно требовательный и ты там не можешь запустить сразу несколько программ это нормально просто потом после мастер-класса попробуй еще раз подключить если оно не сработает окей у меня вопрос еще Влад а может это быть что-нибудь там не знаю ну типа что там компьютер что-то ну типа это же диск он как диск воспринимает как флешка как флешка ну он даже не знаю знаешь когда бывает когда ты перезагружаешь с флешкой и он там начинает как будто бы оттуда грузить не может быть или это скорее висит просто комп нет это скорее висит комп то есть флешка никак не взаимодействует ну микробит с вашим компьютером никак не взаимодействует он не начинает оттуда сам скачивать какие-то файлы или еще что-то все что он может это принимать какие-то программы от вас когда вы в них перенесете или законнектитесь Леня может быть ты еще напишешь параметры своего компьютера чтобы понять и там может быть у тебя есть какой-то еще ну там ноутбук или компьютер да у меня только один компьютер понял у меня компьютер ноутбук а я короче сейчас новую программу создаю и покажу вам что у меня получилось сейчас я вам скину свою программу посмотрите посмотрите сейчас в чат ВК кидай давайте только вопросы я в этот чат кину вы его закиньте на это и посмотрите 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 так у кого-то есть еще вопросы по скачиванию программы у меня нет серьезно Сергей у меня несколько другой вопрос будет будут ли еще с микробитом взаимодействие какой-то мастер-классы я могу объяснить смотрите мастер-классов вот как мы сейчас делали когда вот Влад рассказывает а мы все вместе 30 человек сидим слушаем такого таких мастер-классов не будет будет задание в котором в этом задании будут много разных задач например вы делаете ну и здесь как с квестом вы какие-то успеете сделать у меня получилось сделать соответственно во всех заданиях что-то нужно будет делать с микробитом а вы при этом ну если успеваете делаете если не успеваете не делаете вот Федя сделал сердечко прекрасно кстати а когда мы этого а когда мы будем делать что-то типа своими руками завтра утром мы просто сегодня у нас день подготовительный нам надо было чтобы вы все чтобы мы понимали что все умеют делать видео и чтобы мы понимали что все смогут прогать что-то на микробите а сколько мы завтра будем начинать первая конференция будет завтра вы встречаетесь с наставниками на полчасика в десять ну даже не на полчасика на двадцать минут говорите как у вас дела там в два утра смотрите задания на день а в одиннадцать вы встречаетесь с мейкерами которые обменяют задания если вам нужна помощь то вы можете написать Владу в ВК или в кстати а какое у нас сейчас будет задание а это я обладаю слово обратно смотрите я еще раз скидываю ссылку на гугл таблицу если вы ее откроете там будут задания соответственно мы уже все вместе у нас получилось вывести какие-то слова светодиоды сделали реакции на кнопки и в эти строки вы можете вписать во-первых свое имя и поставить там плюсик галочку или еще что а как сохранить если мы написали что-то просто перейди на другую ячейку он сохраняет вот соответственно как вы видите там есть следующее задание это разные реакции на три комбинации кнопок мы увидели две комбинации кнопок это нажать а нажать б а еще можно нажать две кнопки одновременно вот соответственно сейчас попробуйте сами добавить там третью например картинку так и она зажжется в том условии если будут зажаты одновременно две кнопки и затем прошейте свою плату этим кодом прошивать мы научились вставлять изображение тоже научились и кнопку как вставить тоже сейчас вы вроде должны научиться совместить эти навыка и сделать все при этом если вам не нравится например реакция изображений в том же основном меню вы можете выбрать показать значок и выбрать оттуда нравящийся вам значок тут их достаточно большое количество или как мы делали в начале это какую вывести какую-то строку там с фразой или еще понятно что такое счетчик простой счетчик круговой про это мы давайте вот сейчас готово так я снова включу демонстрацию экрана все-таки так теперь смотрите те кто видит задание и уже программировали на скретче ардуино питон майн-стормс и прочее те могут задавать вопросы какие-то в чате например желательно во вконтакте вот и мы будем на них постепенно отвечать пока что давайте выполним следующее задание а задание с кнопками вы можете выполнить либо попозже либо сейчас в своем темпе так смотрите в программировании есть такое понятие как переменная мы с ними будем часто работать и давайте ее создадим у нас есть справа это блок переменная собственно нажмем создать переменную всем виден мой экран да я боюсь что слишком сложно это про переменную нет переменная это легко вы чё ну хорошо так давайте создать переменную и вам предлагают назвать эту переменную например например назовем ее тривиальным названием переменная назовем ты для чего еще сделаешь для счетчика так может ее назвать типа счетчик или показания смотрите название это в любом случае не не принципиально но для читабельности вашего кода да будет полезно если вы будете назвать переменные отвечающие например за счетчик счетчиком переменные отвечающие за какие-то показания этими показаниями давайте правду назовем его счетчик раз у нас задание счетчик так я короче вот с программкой сделала вот так типа идут слово и потом картинка да круто вы можете какой-то круг а что за круги спасибо кто-то рисует запретите доступ рисовать и все так соответственно у кого получилось создать переменную у вас теперь появились новые блоки во вкладке переменные это задать для какой-то переменные значения и изменить значение какое-то переменное так всех получилось создать переменную да поставьте класс 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 так у нас осталось сколько 30 часов у кого-то есть на данный момент вопросы давайте если вопросов нет то продолжим так если вопросов нет то продолжим так леонид можете пожалуйста что вы хотите показать когда у вас получилось создать переменную вы можете задать ей какое-то значение то есть перетягиваем этот блок так и у нас помните был блок с кнопка оттуда удаляем светодиоды просто перемещаем в мусорку и вставляем блок задать для счетчика значения то есть вам просто нужно передвинуть эти блоки как пазл или как конструктор на свои места они даже имеют своеобразную формулу чтобы не запутались что куда вставлять перетягиваем такой же блок в начало и тоже задайте для счетчика счетчик это название наше переменной значение 0 так 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 когда вы это сделали опять нажимаем основное и выбираем показать строку вставляем ее в фиолетовый блок кнопки а ниже красного блока задать значение для счетчика так получилось у вас это сейчас у вас должна быть вот такая картинка примерно в начале мы показываем строку с приветственной фразой потом задаем значение для счетчика потом постоянно у нас пустой и если нажимаем кнопку а то происходит задание счетчика и показ строки у кого это получилось поставьте класс так у кого есть вопросы давайте у меня нет вопросов смотрите если у вас вдруг сейчас нет вопросов но потом обязательно появится не переживайте можете писать их в контакте мне в личку прям а а я так и не понял для чего нужны переменные вот зачем нужны переменные а программирование мы будем работать не просто с какими-то картинками а с данными переменная это вот один из тип данных и она может изменять свое значение у нас обычная такая переменная которая будет иметь какое-то числовое значение то есть там один два три четыре и так далее так вот и мы будем выводить это значение на светодиодный дисплейчик вот когда мы создали вот эту конструкцию мы берем опять заходим в блок переменные а ты можешь сказать для чего могут использоваться например переменные смотрите вот мы сейчас например используем переменные для вывода их на экран то есть мы будем нажимать на кнопку она будет прибавлять плюс один к переменной и это плюс один будет выводиться на экран я имею ввиду что мы же можем просто вывести текст на экран зачем нам переменную выводить вот я могу и так вывести привет на экран зачем мне переменные да но только как но мы работаем в динамической системе то есть в системе которая у нас просто будет привет да всегда динамическая система не всем понятно да у нас есть просто фраза привет и она будет у нас всегда но нам нужно чтобы наша плата показывала разные фразы например при разном нажатии кнопки то есть нажимаем на кнопку а она говорит нам привет нажимаем кнопку b она нам говорит пока это мы можем сделать без переменных это делается же это да но когда мы начнем вот направление планета вероятно начнет заниматься с исследованием им они точно понадобятся потому что им в переменных нужно будет я бы сказал так что вы можете для того чтобы написать привет а потом чтобы он вам писал допустим Витя или там не знаю Влад или Саша или Леонид да то нам надо каждый раз писать программу загружать и прошивать заново плату а если мы хотим или там если мы хотим чтобы вывела цифру 1 или мы хотим вывела цифру 12 нам тоже надо заново каждый раз писать программу а если мы хотим чтобы он что-нибудь считал например ну типа там сколько раз мы нажали кнопку а или там каждую секунду менял бы значение вот это для этого нужна перемена здравствуйте привет извините что меня так долго не было я подстригаться ходил ну и как ты подстригся интересно посмотреть нормально ну а хотелось бы посмотреть извини меня у тебя камера включена давайте посмотрим а вот вижу ничего себе бежал что ли весь красный а? бежал что ли весь красный понял хорошо так ну что я прошу прощей Влад что это перебил я бы мне просто сказал что это такая ну как бы история мне то есть плату сейчас нести? да тебе нужна будет плата но вероятно ты посмотришь видео да и потом сам сделаешь все хорошо вот так ну что на чем остановились? отпускаем всех делать задания или как? в принципе мы можем вот нам остался последний счет это просто перенести на самом деле задание это ключевое это понять что вы можете сделать с этой платы какие проекты а я уже придумал вот если вы уже придумали попробуйте просто поперетаскивать эти блоки и посоединять их как пазл а я уже попробовал вот это круто ты там да нам показывал как у тебя меняется я поставил слово и картинку вот я уже придумала даже я уже из трех собрал картинок вот так соответственно вы в этой табличке можете написать ваш проект и написать она идет последняя давайте я ее лучше перетащу наоборот вот запишите какие проекты вы смогли сделать то есть там например вывести слово такое там мама да или вывести сердечко по нажатию кнопки а а при нажатию кнопки б выводите слово мама да у меня уже такое было кому-то еще вот коробка не приехала ну а мне как раз да приехала коробка и там когда по днем говорили а мне тоже приехала коробка только раньше хорошо хорошо Семен да она должна приехать сегодня если вы из Первоуральска так ну что отпускаем всех так давайте тогда наверное отпустим и я жду ваших вопросов любого формата вконтакте если что мы выйдем в зум давайте я не буду завершать эту конференцию да друзья может быть здесь останутся те у кого ничего не получилось и они бы хотели еще раз пройти с Владом вот этот вот сложный путь да а что сейчас свечка потом будет свечка будет вечером да а вот до вечера никаких конференций не будет да сейчас в этой конференции могут оставаться те у кого остались вопросы у кого ничего не получилось и хотят пройти все заново то есть мы скачаем еще раз прошивку загрузим ее чтобы посмотреть что у вас действительно все работает а вот таблица вот эта она для чего что еще раз таблица она для чего у вас давай ты останешься я тебе расскажу вот тогда по счету конференции не будет до 8 там свечка и все да будет на сегодня да да можно можно программировать микробит а вот это будет прикольно микробит программировать у меня есть вопрос да скажите пожалуйста а уже уходить отсюда можно отсюда уже можно уходить уходите до свидания до встречи у кого нет вопросов могут уходить у кого остались вопросы давайте для чего используются открытые контакты для чего они нужны на данном открытым контактам вы сейчас никак с ними не можете провзаимодействовать у вас просто нету с чем но если у вас проект будет который будет требовать например дополнительных светодиодов или там дополнительных кнопок жужжалок и прочего вы к этим контактам сможете их подсоединить я пришел вот понятно да да все спасибо так друзья есть ли те кто наконец нашел в своей коробке микробит и кто кто только пришел кто хотел бы пройти еще раз чтобы у него все заработало и красиво сияло класс отлично а Стефания вам удалось найти так с нами Стефания Стефания удалось ли найти красную красивую коробочку вот такой вот да 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 вот Стефания как там с коробочкой дела нашли коробочку так вероятно она отошла ее поиск да нашла круто супер давайте еще раз попробуем чтобы все заработало потому что есть и люди которые говорят что программирование не для девочек но на самом деле программирование еще как для девочек кстати да как учитель информатики говорю у меня всегда девчонки лучше всех программировали у меня кнопочку микробитами можно делать классные всякие штуки так давайте еще раз тогда начнем что нам нужно микробит платка так провод микро юсб он у вас дома точно есть этим проводом вы скорее всего заряжаете телефон или или пауэрбанк или еще что-то колонку скорее всего колонку может быть да наушники скорее всего им что еще вот и диск с реалами вот он да вероятно это он да и собственно компьютер на котором вы будете программировать да это он но я даже знал что это он не умничал кнопочку так пока что это все провод и плату отложили в сторонку и открыли сайт который я сейчас скину в чате зума на момент так вот на шальгу вот я зашел жилка мейкер код микробит орк эдишн вот у меня сейчас идет создание нового проекта да ну вот все тут дальше две папки при начале и постоянно да так секунду и вот тут еще изображение микробитной платы да это оно задние ну вот что дальше делать так сейчас у вас вот должна появиться такая картинка так и мы опять же повторюсь пока что плату никак к компьютеру не подсоединяем мы ее отложили аккуратненько в сторонку и работаем с сайтом так так отлично остались люди смотрите у нас слева есть всякие вкладки основное вот музыка светодиоды и так далее ну вот и сейчас заходим во вкладку основное и выбираем блок такой показать светодиоды показать светодиоды да вот нашел и вставляем его в блок который называется при начале когда мы на него наведем он такой стыкуется как лев все все вот например пример микро юсб заряжаю им свои наушники посмотрите чем вы заряжаете телефон скорее всего он подойдет если у вас не айфон если не вы то ваши родители кто не будет извините Влад так вот вот соответственно когда вы вставили такой блок показать светодиода вы на нем можете рисовать то есть нажав нажав на вот эти вот серенькие вот они становятся светодиодами а нажав еще раз опять серенькими опа 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 я включила один светодиод получилось что-нибудь нарисовать а сейчас попробую вот например веселый смайлик вот круто оба 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 получилось от отличный когда ты нарисовал когда вы нарисовали что-то на светодиодном сплей у вас на ваше виртуальное платье оно отобразится вот я нарисовал смайлик здесь и здесь у меня тоже смайлик так да вот круто теперь давайте посмотрим что у нас еще есть на передней части платы у нас есть кнопки так если мы на них сейчас будем нажимать на вот это виртуальное у нас ничего не будет происходить потому что мы никак с ними не взаимодействуем почему они красными могут стать ну они просто да вот зажигаются и все но дисплеерчик на наш светодиодный никак от этого не меняется ясно давайте это изменим а именно выбираем вкладку вот вот и выбираем розовый блок кнопка а нажата вот нашел я куда ее мы просто перетаскиваем вот на это наше рабочее серое поле все перетащил отлично всех получилось поставьте класс так как там у Стефани Стефани говорит Стефани у тебя в нижнем левом углу есть микрофон нажми на него он тебя зачеркнут видимо и он и и и и и и и и Стараясь включить звук Стефании, у меня не получается. У нее он, видимо, выключен у самой. Возможно. Стефания, пожалуйста, попробуйте сами включить. А, вот, у Стефании есть звук сейчас. Меня слышно? Да. Ура! Мы вас слышим. Просто мне организатор выключил звук, и вот. Повторите еще, пожалуйста. Просто я немного пропустила, я за проводом ходила, и звук пыталась включить. Ну, в общем, мы нашли провод. Ура! Это самое главное. Смотрите. Сейчас в чате Зума есть ссылка на сайт MyCodeMicrobit. Я зашла. Зашла. Вот у меня есть этот сайт. Кто еще раз? Вот MyCodeMicrobit есть сайт. Да, вот Стефания зашла на него все так. Круто. Так. И у тебя там появилась слева плата, и два блока при начале и постоянной. Это так? Да. Вот, круто. Теперь смотри, нажми на вкладку основное. И у тебя здесь такой синий блок, показать светодиоды. Его надо вытащить? Да, его просто вытаскиваешь, и как конструктор вставляешь в другой блок при начале. Вот, они вот так стыкуются классно. Получилось? Да. А, отлично. Теперь смотри, ты на этой дисплейчике, таком светодиодом, ты можешь рисовать. Вот. Просто нажимаю на серые квадратики. Да. Вот, если нажмешь на белые, то они пропадут, естественно. Попробуй что-нибудь нарисовать, вот, например, веселый смайлик, так? И когда ты нарисуешь, сайт немного подумает, и у тебя на виртуальной платье отобразится этот же рисунок. А микробит надо подключать? Пока что не надо, пока что мы никак не подсоединяем его к компьютеру. Ладно. Так. Получилось, Стефаня? Да. Отлично. Теперь смотрите, у нас есть кнопки, вернемся к кнопкам. Но когда мы на них нажимаем, на нашей виртуальной платье ничего не происходит. Нажимаем вкладку «Ввод» и перетаскиваем розовый блок, кнопка «А» нажата. Там все еще, тут микробит идет. Нажата. Да. И сюда, в этой вкладке основное. Мне сказали, у меня должна быть где-то схемка, в которой я спросил. Ну вот, смотри, сейчас покажу. Если есть какие-то вопросы, говорите, ребята. Ну вот, я спросил, вот она сказала, у вас же до 6-30 микробитов должны быть. Ты был на занятия, значит, все, да. Надо нажимать на папку «Основное» и вытаскивать, показать светодиоды. Да. Да, да. И опять же, можно что-нибудь нарисовать. Может быть, что-то там. Например, квадратик. А у меня почему-то он не вставляется в кнопку «А» нажата. Так. Ты его вот так вот перетянула, да? Да, я его перетянула. Не было, а Дим напишу. Кадоник нарисовал! Отлично. О, круто. Так, а ты выбрала первый блок, кнопка нажата, как у меня на экране? У меня вот еще что-то тут есть там? Я выбрала первый блок. Да. Сейчас мне придется вообще не будет. Так, а потом ты в него вот так вот перетащила все, верно? Да. Ну все получилось. Круто. Круто, молодца. Опять же, нарисуй какой-нибудь другой рисунок. Так, у всех получается, ребят? Да. Да, у меня получается. Я рисовал полупирамидку. Вот, круто, да. Пофантазируйте, там можно нарисовать домик. Из квадратика в домик получился, так? И, соответственно, когда вы опять же подождете, у вас в начале будет тот же рисунок, который был в блоке «Показать в начале». Если вы нажмете на кнопку «А», у вас изменится на другой рисунок. Попробуйте. А на какую? Английскую? Нет, вот на… Русскую? Нет, на виртуальной плате прям нужно нажимать. То есть курсором такие, хоп. Ну, тут у меня 1, B и A плюс B. Вот, ты выбираешь A. A плюс B? Нет, A, просто A. Я нажала на кнопку A на компьютере. Нет, нужно не на компьютере, а на виртуальной вот этой платке, которая у вас слева вверху. Вот я нажала. О! Получилось? Да. Да. Круто. У меня отразился смайлик. Вот. Круто. Теперь давайте добавим кнопку B. Точно так же из вкладки «Ввод» перетаскиваем кнопку A нажата. Я теперь сделал типа гриба. А или молотка. Круто. Давай теперь добавим кнопку B, чтобы другой рисунок выводить. Хорошо. Мы выбираем точно так же, выводим кнопку A нажата, но нажимая на A, меняем на B. На B. Получилось? Да. О, реально получилось. Диоды и блоки, они почему-то уменьшились. Что еще раз? Они уменьшились у меня, блоки. Вот эти вот светодиоды и еще, они уменьшились, маленькие. Ну, ты, наверное, уменьшила размер страницы. У меня все получается. Круто. У тебя получилось ставить кнопку, да? Теперь туда же, как в кнопку A, вставь светодиоды. А как мне увеличить? Вставить светодиоды? Куда же кнопку A? Вставить в кнопку B уже. Вставить кнопку B. А как мне увеличить экран? У меня вот экран нормально, вот сами блоки уменьшились, они маленькие. Сами блоки уменьшились? Да. Я вот это, вставил кнопку B. Вот так вот, как у меня сейчас, да? Да. Смотри. У тебя на клавиатуре есть кнопка Ctrl, так? Она внизу, в левую часть клавиатуры, так? Я вставил кнопку B. На нее нажать? Смотри, зажимаешь кнопку Ctrl, которая самая левая, самая нижняя, так? А. И крути колесико вперед-назад на мышке. А у меня мышки с собой нет. Я без мышки. А как это ты так? А как ты тогда блоки перетаскивал, с помощью чего? Стефаня, ты на ноутбуке? Да, у меня. У меня мышка есть, но у меня ее сестра взяла. Смотри, видимо, ты просто на тачпаде, ну вот там, где ты пальцем болишь, так? Да. Просто нечаянно сжала и разжала. То есть попробуй поставить туда два пальца и сводить и разводить их. Ну вот. Увеличила размер? Да. Вот, круто. Все, тогда продолжаем. Так, у кого получилось вставить кнопку B и туда вставить какие-то светодиоды? У меня делаются очень большие. Вот, все нормально. Все, настроил. Малочу. Получилось вставить кнопку B и рисунок туда? Да. Так, а если ты нажимаешь на виртуальной плате, меняется все? Да, меняется. Отлично, сейчас тогда. Остальные доделают. То есть мы будем это переносить на микроплату? Да, и сейчас мы, собственно, это перенесем на плату. Я, кажется, понял, как это делать. В разъем для флешки надо вставить вот большую часть USB-провода, а маленькую воткнуть туда, где место на микроплате, куда она вставляется. Да, ты прав. Это и нужно сделать. Соответственно, у кого получилось создать две кнопки и на них изображение, те могут подсоединять плату к компьютеру через провод. Показать светодиоды. Так. Я тут, кстати, кое-что придумал. Я вставил кнопку A снова. Ну, я сделал другую розовую папку. И вот туда же вставил показатели диоды. Я сделала все, как было. Кнопка A нажата, показатель диоды. И при начале показатель диоды давила. A, B, A, B. Ну что, вот что получилось. На то, что получилось. Теперь добавлять кнопку B? Теперь кнопку B надо будет добавлять. Да, просто точно так же перенеси, как ты сделал с кнопкой A. Так? А я не... А где кнопка B? Я это, короче, подключил, и у меня папка микробит получил. И у меня папка микробит появилась. Да, все так. Значит, у тебя плата работает, круто. Ты можешь загружать. Сейчас, давай подождем. А ты мне в микробит заходи? Нет, пока что... Сейчас можешь чуть-чуть подождать. Хорошо? А где... Где я не вижу кнопка B? Смотри, чтобы вставить кнопку B, так, тебе нужно перетащить блок, который называется кнопка A нажата, еще один. То есть у тебя будет две кнопки A. Понимаешь, да? Ты файн. Перетащила. Вот, и у тебя теперь, как у меня, верно? Одна кнопка A и вторая. Смотри, видишь, которая такая вафельку, желтая, выделенная, да? Я нажимаю на A и выбираю кнопку B. Так? И, о, чудо, она стала фиолетовенькой, ну, розовенькой такая. У тебя получилось? Да. Отлично. Теперь сюда, как в кнопку A, перетащи другое изображение. Ну, показать светодиоды, да? Но нарисуй там что-нибудь другое. А что сейчас пока делать? Сейчас, Стефаня уже закончила? Почти что-нибудь. Нет, вообще не закончила. У меня тот самый нижний светодиод. Да, он у тебя желтым с этим загорелся. Нет. Ну вот, у меня сзади вот, где прикреплен маленький конец от USB-провода, желтым горит. А вот светодиоды, которые на стороне, где кнопки А и Б, у меня самый нижний ряд посередине горит. И в углу верхнем, так, в левом верхнем углу он мигает. Кнопка А. Сейчас. Давай. Все, у меня получилась кнопка А и кнопка Б. Все, отлично. Теперь подсоединяй плату к компьютеру через провод. Так. Большой конец провода втыкаешь в компьютер, маленький в плату. Скоро, Степан, этого? Я закончила, я вставила. Все, ты вставил. Теперь смотрите, откройте мой компьютер. Ну вот, где микробит? Да, и у вас там должна появиться складка, как от флешки. А где мой компьютер? Детайлс и микробит. У тебя на рабочем столе. У меня детали, детайлс и микробит. А куда надо нажимать? У меня что-то не получается. Сейчас, смотри, ты мой экран видишь? Да. Видишь у меня этот компьютер? Или мой компьютер, или просто компьютер. Да. По-разному называется. Для этого я просто, смотри, открыл. Так, мой экран все еще виден, рабочий стол? Да. Отлично. Да, видно. А мне что делать? Я вот сейчас на том же сайте, где вот мы... Да. Вот я хочу... На рабочий стол. Смотри, открой, зайди на рабочий стол. То есть просто сверни все кладки. Сверни именно, а не закрой. Так? Я хочу кое-что спросить. Да, давай. А вот это, вот в этот компьютер, там у меня две вкладки детайлс и микробит. Мне в микробит заходить? Нет, смотри, ты никуда не заходишь, тебе даже... Тебе нужно просто будет свою прошивку скинуть в эту папку. Прошивку? Да. А на рабочем столе в какой сайт заходить? Заходи, у тебя есть ярлычок, этот компьютер, мой компьютер, или просто компьютер. Нашла? Ага. Нашла, да? Когда флешки... Вот, Стефания, приходилось когда-нибудь вставлять флешки? Вот флешку там можно найти, если ее вставить. Микробит, как флешка. А по ходу конкурса есть результаты? Пока что нет еще, мы ждем от наставников. Я сегодня не успел сделать, но я не печалюсь. Ну, ничего себе, а я печалюсь. Только вместо пения птиц я записал пение галок. Так, галка, что же птица? Ну да. Если ты отправил, прекрасно. Стефания, можешь попросить маму или папу открыть тебе этот мой компьютер? Скажи, как флешки открывают? Надо зайти на мой компьютер или на мой компьютер. Микробит, звонит! Я зашла на компьютер, и что дальше? У тебя появилась вкладка микробит? Нет, не появилась. А у тебя плата подсоединена? Да, подсоединена. Она светится? Она светится, да. Там должен гореть один оранжевый светодиод сзади. Нет, пока не горит. Так, значит, ты что-то не подсоединила. Я подсоединила два провода. Стефания, понятно, где USB-разъем у компьютера? Ну, да, понятно. Она у нас просто, видимо, не работает. Куда флешки втыкают? Да, я понимаю. А если... А, в зуме с компьютера, да, сидишь? То есть, не показать. Сейчас, секундочку, мы еще раз попробуем. Так, ну как, Стефани там? Чуть к нему, потому что на этом у нас не работают разъемы для флешки, к сожалению. Бывает такое, да. У меня предложение, может быть, сейчас двигаться дальше, а Стефани потом поможем. Да, Стефани, не расстраивайся, ты, главное, сделай виртуальную плату, это уже много. Вот, а те, кто смог подсоединить плату, давайте загрузим нашу прошивку. Так. У меня, кажется, у нас, кажется, получается. Горит оранжевый светодиод, так? У нас провод не работает просто. У нас два таких провода, у нас один из них не работает. Вот, у нас они одинаковые. Вот, видимо, почему не работает. Это более... Электроника, наука о плохих контактах. Да. Вот, давай сюда мы включим тогда. Так. Тогда пока, Стефань, ты будешь искать новую пробу? Загорелся. Загорелся, круто. Да. И отображается, так? Как флешка. Да. Микробит, круто, все, отлично. Так, теперь делаем следующее. Там мигают буковки какие-то. Угу, круто. Сейчас мы исправим это, мы сделаем все, как надо. Смотрите, виден мой экран? Вот. Вот. Так. Вот, я нашла вкладку микробит на рабочем столе. В ней заходить? Нет, пока не надо заходить. Мы заходим опять на сайт. Так. И видим внизу, в левой нижней части экрана, кнопку скачать. Так. Сейчас. Я хочу зайти на сайт, у меня почему-то не получается. Ссылку потеряла или что? Нет. А, ну вот, все. Все зашло, круто. Так, в левой нижней части экрана мы видим кнопку фиолетовую скачать. Мы на нее нажимаем. Так. Нет, нету, нету. И когда мы на нее нажмем, у нас выскочит такое окошко. Нажало. Так, нажало? У меня грузится. Ага, круто. Все, загрузилось. И вот такое окошко появилось, верно? Да. Отлично. Смотрите, у нас есть две кнопки, серая и фиолетовая. Нажимаем на серую. Только фиолетовая. Что? У меня почему-то только фиолетовая кнопка. Так, хорошо. Давай тогда с фиолетовой начнем. Скачать, так? Я нажала скачать. Вот у меня загрузилось, только почему-то только фиолетовая кнопка. Хорошо, давайте тогда просто с фиолетовой кнопкой. Ладно. Мы нажимаем скачать. И у нас? Я нажала скачать снова, да? Да, и у тебя появилась там папочка в загрузках. Чтобы открыть эту папочку, так, зайди в мой компьютер, так, Зашла? Сейчас. Сейчас. Почему-то не получается зайти в мой компьютер. Ну, как-то в микробит вот заходило, так? Да, вот только почему-то не получается что-то. Ну, может, грузит он сейчас. Меня слышно? Да, тебя слышно. Все хорошо. Я не понимаю тут, как зайти в компьютер. Может, просто в браузере открыть папочку? Загрузки. Загрузки. Ну, понятно. Можешь снова открыть папочку микробит? Как ты до этого делал? Я открыла микробит. Открыла, да? Да. Отлично. Смотри, у тебя с левой стороны много вкладочек, и там найти вкладочку загрузки. Вот у меня тут что-то... Какие у тебя там вкладки есть? Можно я покажу? Давайте попробуем. У меня не видно, что ли? У вас нет, не видно. А вот так? Вот видно, у меня, виден у меня рабочий стол. На нем много всякого. И вот, вот этот компьютер. Вот тут есть папочка... Я хочу, я пытаюсь попасть на рабочий стол. А вам не нужно на рабочий стол? Так. А как тогда мне... Сейчас, смотри. А, ну... Нужно в этот компьютер повысить, или в компьютер. Вот где-то сюда. И вот здесь есть загрузки. Ну вот, я скрыла все вкладки вот тут. Смотри, Стефаня... Вот у меня загрузки. А, это у Влада загрузки. Так. Вот, у меня... Я открыла сайт микробит. Нет-нет-нет, не микробит, нужно сайт открывать. А... Компьютер. Как флешку. Как флешку. Так? Компьютер открыть, да? Да-да-да. Вот открыла компьютер. Так. И есть диск микробит? Ну, там, вкладочка такая. Тут нет. Оплата подсоединена? Да, подсоединена. Не дает. Так, у меня экран с... Виден? Да. Вот смотри, у тебя есть такой микробит? Вот. У тебя примерно вот такой вид должен быть, так? А где? Ну, вот я зашла на компьютер, и у меня почему... А, вот, нашла. Нашла. Нашла микробит. Круто, смотри. Если ты нажмёшь на него, у тебя два раза. У тебя две вкладочки будут. Или пайлика. Нажимать на микробит, да? Нет, ты просто ничего не нажимаешь, у тебя оно есть. Так? Да, есть. Слева, слева, у тебя есть вкладочка загрузки. Нашла? Сейчас ещё. Слушайте, а есть же возможность, чтобы... Вот, нашла загрузки. Отлично, всё. Смотри, теперь у тебя самым верхним файлом идёт микробит и название какое-то. Так? Микробит, и сверху у меня что-то написано. Да, всё. Берёшь этот файл, зажимаешь его, да? И переносишь на диск микробит. И он вот начнёт загружаться. Вот у меня много тут жёлтых папочек открылось. У меня вопрос, а можешь, Влад, Стефания, ты можешь расшарить просто свой экран, сделать демонстрацию своего экрана? У меня не было раздемонстрации, секунду. Нет, Стефания. Стефания, Стефания. Стефания, мне здесь есть кнопочка демонстрации. У меня... Я даю сейчас возможность расшарить. Стефания, на зелёную кнопочку нажмите. Внизу зума. Внизу зума зелёная кнопочка. Сейчас. Там демонстрация экрана. Демонстрация экрана? Да, демонстрация экрана. И там нужно рабочий стол ваш. Да, рабочий стол. Я тут почему-то не могу найти рабочий стол тут. Не, наверху. Левая версия. Просто нажимай сразу демонстрация экрана. А тут у меня экран, доска сообщений. Да, дальше этот компьютер. Нет, так это самая верхняя левая штука. Что там? У меня почему-то нету. У тебя только экран, доска. Так, а что ещё у тебя есть? iPhone, iPad. Ага. Ага, следующая. Probit. Автозапуск. Вот, microbit. Откройте. Микробит. Нет, пусть она стол рабочего расширит. Сейчас, секунду, давайте. Микробит. Открывай. Нажимай. Нажала и потом совместное использование. То есть у тебя экранчик должен быть синеньким. И нажимаешь потом дальше на синюю кнопку совместность. Отлично. Да, нажала. Ура. Всё, отлично. Смотри. Вот загрузки в избранном. Загрузки в избранном. Нажимай в избранном. Вот самая верхняя вкладка избранная, да? И чуть ниже загрузки. С голубой кнопочкой, да? Да, нажимай. Нажимать на загрузки? Да, нажимай. Нажала. Ура. Вот, смотри. Теперь у тебя, видишь, вот, да. Нет, вот микробит четвёртая. Два. Да, да, да. Ты набирал. Раз, два. И ещё ниже. Микробит антифеструй. У меня микробит... Ну, правильно. Всё, вот наведи, да, вот на этот. На верхний. На верхний. Да. Зажимаешь его и переносишь... во вкладочку микробит, которая у тебя внизу. Где компьютер? Потащили, Стефания. Мы верим. Потащили. Зажала правой кнопкой и потащила. Левый. Левый, да. Да, левый. Тащим, тащим. Нет, вот, да. Нет. Держи кнопку, держи кнопку мыши. Левый. И тащи вниз. Да, ниже. Да, ниже. Ниже, ниже, ниже. Ниже. Где микробит? Нет, давай ещё раз. Зажала левой кнопкой, так? Да, вот этот файл. И в микробит потащили. Один потеряла. Она в музыку её положила. А, в музыку. Ну ничего, качать можно ещё раз. Вот здесь? Там как-то можно ещё делать, чтобы доступ был к управлению компьютером. Нет, короче, через Zoom? Через Zoom? Я знаю, через там ювел можно. Код у меня рядом. Осталось? Ого. Тефани, я сейчас сделал запрос на дистанционное управление. Ого, так можно было? Да. Ничего себе. Стефани, это с нами? Да. Так, смотри, вот я сейчас тебе сделал запрос на дистанционное управление. Можешь его подтвердить? Где он? Он в Zoom должен выскочить. Закончить. А у меня выскочил, он так всё. Утвердила? Да. Подвигай мышку сам, смотри, у неё должна двигаться. Так. А, вот. Стоп. Нет, не надо. Понятно, не трогай мышку сейчас. Сейчас Влад будет делать. Смотри, я беру твой файл. И перетаскиваю его в микробит. Вот, видишь? Ты его тоже не туда заперил. Стефаня, ты ничего не трогай. Да, вот это. Берешь его. Стефаня, ты не трогай, сейчас это сделает. Ура! Так. Ты уверен, что ты сделал? Так, сейчас мы его увидим. Так, круто, у тебя что-то вот выводится, да? Не у Стефани? А, на, это буква на? А что это? Это буква на, мне кажется. Но он говорит, что это не буква н. Это не буква н? Это часы? Так, Стефаня. Просто зайдите в микробит. А, еще нет. Влад, сейчас ты делаешь? Да. Так, еще раз пробуем. Стефаня, у тебя? Видимо, до этого уже. А, что происходит? Я предлагаю... А все остальные-то что сидят? У всех остальных что-то происходит? Ребят. Вот у кого-то загружается там изображение, все получилось. Да, вот. А, домики там видно. О, домики, увидите домики. А если на кнопки нажать? А где вы это смотрите, я не понимаю. Вот. А, можно пролистать сверху, сверху линия. Вот, вижу, что у Федора Ускова ничего нет, а у Вики есть домики. Это были домики, Вить? Если она жмет на домики, то на кнопки, то домики меняют направление. Классно же? А, я... Видишь, как Вика, что Вика делает? Да, Вика, круто. Супер. Саш. Мы так и не поняли, что это за буква Н, которая не буква Н. Очень заинтригованно. Непонятно. Стефаня, ты с нами? Да. Так. Это хорошо. У тебя плата... Начала? Так, что еще раз? У меня плата, с одной стороны, вот раньше вы огонем говорили, а с другой, и все, ничего. У меня есть предложение. В Микробите есть возможность не при нажатии кнопки что-то делать, а делать что-то при потряхивании. Может быть, остальные, кто уже научился загружать всякое классное на Микробит, попробуют делать, чтобы домик менялся не нажатием кнопки, а встряхивание таким. Вот у меня теперь сгорит... Я нажимаю на букву... Коллега Черных, коллега Вика, попробуете? Саша, Дима, попробуете делать такую штуку, чтобы домик менялся по встряхиванию. Подсказка это есть во вводе. Там ввод делается... Идея подсказка? Стефания, что ты говоришь? У тебя поменялось что-то? Да, у меня я нажимаю на букву А, у меня появляется рисунок, который я делал, и на букву Б тоже. Круто! Круто! Получилась! Победа! Смотри, ты поняла, как это сделать на будущее? Угу. Так, а можете прекратить демонстрацию экрана? Прекратить демонстрацию экрана? Все. Вика спрашивает, где сделать со встряхиванием? Подсказка в обкладке ввод. Да, там... То есть, каким образом плата понимает, что ты от нее что-то хочешь? Это там, где блоки... Вот. Посмотри, какие из них про встряхивание. Вот. Все остальное можно вставить в то же самое. Картинки, что-нибудь там, светодиоды какие-нибудь милые. А музыка, она играет? Плата. Музыку там нужно правильные наушники найти. Мне это никогда не удавалось сделать не так просто. Да. Окей. Да, вот пишет, Федя, подключать через кабель нужно внешние наушники. Сейчас Вика говорит, сейчас попробует. отлично. Так, Влад, не слышно, что ты говоришь. Вот я включил сейчас звук. Скажи нам, что ты говоришь. У меня сейчас все еще буква М. Ты нажимай на разные кнопки. На одну, потом на другую и будет меняться. У меня пока не меняется. Тебе надо программу залить снова на эту, на плату. Сейчас показать светодиоды на букву А. Вот. Нет, ты, может быть, сейчас поменял, но каждый раз, когда ты меняешь код, тебе нужно его отправлять на плату и перепрошивать. То есть она автоматически не меняет. Вот как это первый раз. Вот смотри, Федя показывает. Вот у меня меняется сердечко и я нажимаю на букву А, оно заполняется. Ну, как-то спрашивается. Меняется у меня оно при встрече. То есть, Влад, когда ты что-то поменял, нужно это опять скачать и загрузить, как ты делал в предыдущий раз. Помнишь, вот то, что мы сейчас со Стефой делали? Со Стефой. Следующий урок у нас начнется... У нас уже уроков не будет, друзья. Это как бы у нас первый и последний урок. Ну, следующая встреча начнется в 9 или в 8? Получается, мне надо в микробит юнитин экспиритировать. Ладно. Влад, еще раз повтори. А выходить можно или нет еще? Да, конечно, можно. Если нет вопросов, то да. У меня вот... Мне что, сейчас перетягиваешь? Я выйду тогда. Один, два, три и хекс просто. Влад, расширяй свой экран. Будем сейчас смотреть. Расширяй экран. Демонстрацию экрана, точнее. Вот. Демонстрацию экрана. Да, и рабочий... Вот мой экран. Нет, мы не видим его. Что-то не видим. Еще раз демонстра... Да, вот мой экран. Да, супер. Так, вот. Смотри, попробуй нажать на серую кнопку. Так, нажимай. И сопряжение устройств. Нажимай. У тебя... Выбирай LPS... Так, нажимай. И подключение. Отлично. Все, теперь у тебя устройства сопряжены. Нажимай скачать. Скачать. И жди. Все, теперь загрузка завершена. Я понял, у меня переключается. Круто. Показывай. Так, подождите. Останавливай экран. Демонстрацию экрана. Демонстрацию? Нет, 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 мы видим. Так, сейчас. Нет, я не вижу. Затой переключится, если получится. Так, показывай. У меня переключалось, это точно. Покажи, что происходит. Вот у меня сейчас было, была типа буква М, но сейчас это не буква М. Раньше еще буквой М, и теперь я нажал на кнопку А, у меня засветилось вот это. Отлично. Круто. Ну, Влад, попробуй тоже что-то сделать там, чтобы какие-то там есть еще блоки. Так, я сейчас попробую на Б, на ТА, на Б попробую светодиод перетащить. Я смотрю, что вы делаете. Чего вы решали? Смотрите, ну, посмотрите. Сейчас попробую переключить. А, не получилось. Я младчевая, если я его трясу, ему не нравится. Перестала трясти, он все равно грустный. Так, надо что-нибудь добавить еще, блядь. Скачать. О, что-то происходит. Ура, у меня переключилось в обломе. Круто. Отлично. Значит, у меня все правильно? Да. Влад, теперь тебе главное экспериментировать самому уже и не останавливаться. Ничего там не сломается. Пробы делать разные. У нас в каждых заданиях везде будет какая-то задача, в том числе на микробит. И ты всегда можешь это ее тоже делать. Ну, точнее, завтра мы встретимся. Смотри, у вас, во-первых, сегодня будет свечка в восемь с наставником. Надо заварить себе чай, взять какие-нибудь печенье или что у тебя там есть, сесть в... У меня хлебцы есть. Отлично. Или калаш, который ты соорудил, и подключиться на свечку. А завтра с утра у нас будет встреча с мейкерами. А вот сколько? С передовой бородой и временными усами. И потом... Потом вы уже будете пилить, строгать и делать все сами. И снимать нам на видео. У меня, кстати, коробка пришла. Отлично. Супер. Ладно, до свидания. Давай, пока. Пока. Спасибо за хороший день. Тебе тоже. Спасибо. Я сейчас реакцию поставлю. Давай. Спасибо. Да, лайки, комменты. Там, как ты говоришь. До свидания. Давай, пока. Пока. Так. Так, друзья, все остальные это просто уже ужинают, обедают и гуляют. Видимо, да, они вышли. Окей. Ну, кроме, наверное, Федора. Не, я имею в виду, что вот все... Ладно, давайте тогда завершать. Тут был вопрос. Тут был вопрос про какое приложение скачать для микробита. Я вот разбираюсь в приложении от Samsung официальном вроде бы, но он просто ведет нас на микробит MakeCode, честно говоря. Там смысл в том, чтобы перепрошивать по телефону. Так, у Димы вопрос. Дима просит помочь подключить микробит. Так. По компьютеру, Дима? В камеру включишь, Дим? У тебя есть возможность? Или микрофон хотя бы. Да. Рассказывай, как там у тебя. Сейчас. Включаем тебе звук. Ты теперь попробуй себе тоже включи звук и скажи нам. Так, Вика нам уже сердечко сделала. Прекрасно. О, классная. Так, она сейчас трясет. И? Не видно. А должно меняться, да, на что-нибудь другое? Оля, его надо... Может быть, вот так вот лучше подвести. О, да, поменялось. О, да, 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 да. Поменялось. Класс. Оно тут выполняется, то открывается. Класс. Так, давайте Диме помогать подключить. Очень круто. Так, Дим, скажи что-нибудь. Привет. Так, привет, все, мы тебя слышим, круто. Ты хочешь прошить плату, верно? Да. Ты смог написать программу какую-то? Нет, я не знаю, какое провожение. Я вот только нашел. Ты с компьютера или с телефона? С компьютера. Отлично. С ноутбука. С ноутбука, хорошо. Смотри, заходи вот на эту ссылку. Открывай чат в Zoom. Так. Ты зашел на эту ссылку с компьютера? Нет, с телефона. Так, а, ты в Zoom сидишь с телефона, а в компьютере пробишь. Хорошо. Да. Так, ты можешь зайти в контакт? С компьютера? Да. Не, не, не. У тебя нет в контакте. А как телефона подключить? С микробит? С телефона просто так нельзя подключить, нужно сначала скачать определенную прошивку для микробита. Вот. То есть, сначала нужно с компьютера загрузить эту прошивку на микробит, и только потом ты сможешь прошивать ей через телефон. А ты в контакте вообще есть? Да. Так, а в чем тогда проблема сейчас с ноутбука зайти в контакт? Ну, сейчас попробую. Федор просит блютуз на микробите, я боюсь, что мы уже это не успеем сделать, потому что уже два часа, в общем, Влад, не останавливаясь, рассказывает про микробит, может быть, это уже в профильном чате лучше. Это давайте, да, в калуарах, в чате, или отдельную консультацию для этого сделаем. Но не сегодня, хорошо? Ладно. Да, уже смерть, честно говоря. Так, Дим, у тебя получилось зайти в контакт в чат мейкерский? Нет. Надо ссылочку, наверное, прислать еще раз. Так. А кто у тебя наставник? Наставник? Сейчас скажу. Кира Панасова. Понятненько. Смотри, Акира может и сама умеет объяснять в кейшне. Ну, просто нужно, чтобы... У тебя с ней есть контакт? Да. Вот, она вам, скорее всего, кидала ссылку на подключение в общую беседу, так? Да. Вот, где есть не только вы, а вообще вся мейкерская смена, так? Угу. Вот, заходи в нее. Так, зашел? Сейчас. Дети, а что ты имеешь в виду, менеджер или почта, для чего это? Да, зашел. Так, смотри. Вот я скинул туда сообщение. Увидел? Нет. А сейчас? Нет? Нет. Это, наверное, все... Все-таки, наверное, ваша личная беседа или нашел? Наверное. Сейчас, давай... Напишем. Спасибо. 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 А вот все, получилось. Получилось? Да. Так, видишь, я там скинул ссылку микробит первую? Заходи на этот сайт. Угу. Так. Хорошо. Так, у тебя там вот такое... Так, сейчас я включу шеринг. Как правило. Саша Усачев, Дима Корсаков, а у вас как дела? Вы с нами вообще? Вы что, у вас что-то... Или вы ждете там чего-нибудь? Дим, смотри, у тебя вот такая картинка. Да. Такая. Да, такая. Круто. Смотри, теперь входи в блок вот, видишь, слева. Розовенькая такая. Так? Сейчас. Розовая? Да, розовая и написано вот. Нажимай. Да, нашел. Перетащи оттуда блок розовый, кнопка А нажата. А затем опять нажимай вот, еще один блок, кнопка А нажата. У тебя вот два таких блока должно получиться. Один из которых стал желтым. Так? Да. Нажимай на желтом блоке на кнопку А. На букву А. И выбирай букву Б. Так? Угу. У тебя получилась такая же картинка, как у меня? Да. Отлично. Теперь смотри, заходим в блок основное. Где основное? Вверху там вот, где ввод был, но верхнее основное. Так? А, да, все. И выбираем показать светодиоды. Угу. И переносим вот в блок кнопки А, вот так стыкуем их, да? Как лего, как конструктор или пазл. Получилось? Да. И еще один такой блок добавляем в кнопку В. Вот. Теперь у нас два таких блока. Сейчас. Все, получилось. Отлично. Теперь на одном блоке нарисуй что-нибудь, а на другом, ну, тоже что-нибудь нарисуй, но другое. Вот, например, я нарисую, ну, смайлики уже надоело рисовать. Такой ромбик. Нарисуй портрет, картину Крик Мунка. Минималит. Нарисовал. Так, на двух, да? Да. Отлично. Я тоже вот нарисовал что-то. Это Мунк и Монализа. Кто не узнал. Теперь смотри. Бери свою плату. Угу. И по проводу microUSB, знаешь, как она выглядит? Вот так вот. Угу. Подсоединяй плату к компьютеру. Вот, неужели. Так. Угу, подсоединю к компьютеру. Так, она у тебя загорелась сзади оранжевым светодиодом. Да. А плата... Компьютер распознал плату? Да. Отлично. Как микробит. Все верно? Угу. Теперь смотри. У меня кнопка есть фиолетовая. Скачать. Не. Видишь ее? В левой нижней части экрана. А, да, есть. Ага, нажимаем на нее. И у нас высвечивается такое окошко с двумя кнопками. Одна серая, другая фиолетовая. Нажимаем на серую кнопку. Так. Угу. И затем сопряжение устройств. У меня тут PR-девайс. И потом у нас... Получилось? Да, вроде. У тебя вот такое же окошко высветилось. Выбор устройства. А, подождите. Ага. Там. Так. Так, мы, к сожалению, не видно что-то. А, у тебя изображение зависло. Я потом сам перейду по ссылке, я уже понял, как делать. Все, круто. У тебя получится скачать? Да. Все, тогда, если что, просто скачиваешь файл и переносишь его, как на флешку, в микробит. Вот. Ладно. Все, отлично. Угу. Так. Ты тогда потом попробуешь это сделать, да? Угу. Хорошо. Так, Дима, Ольга, Саша, они, видимо, выпали реально. Ольга — это наставник? А, да. Наставник, да. Так, ну все, давайте завершаем тогда. Ну, видимо. Слушай, Влад, тебе большое спасибо, ты герой. Так, спасибо. Так. Ну, увидимся. Ну, увидимся. Пока. Пока.